Первый вопрос о мониторинге цен на товары первой необходимости депутаты обсуждали больше часа. Евгения Артёмова, начальник отдела организации потребительского рынка, представила подробный доклад. В Губкинском за прошлый год цены на продукты первой необходимости выросли в среднем на 3%. Сравнивая с тремя ближайшими муниципалитетами – Пуровский район, Муравленко и Ноябрьск, Евгения Артёмова отметила, что в Губкинском максимальные цены зафиксированы на кур, подсолнечное масло и муку пшеничную. «Минимальные цены зафиксированы на 13 наименований продуктов питания – говядина, масло сливочное, молоко, творог, кефир, соль пищевая, чай байховый черный, хлеб из муки, первого сорта вермишель, картофель, лук, морковь и яблоки». Цены, конечно, в сравнении с соседними городами минимальные, но всё же за 2015 год незначительно выросли. Так, яблоки стали дороже на 2 рубля, говядина – на 26, рыба в среднем подорожала на 20 рублей, чай – на 36, сливочное масло выросло в цене на 18 рублей, вермишель – на 4,5, мука – почти на 7 рублей, хлеб – более чем на 3 рубля. Председатель комиссии городской думы по соцполитике Василий Скоропад, выслушав доклад, с цифрами не согласился. «Цены не соответствуют вот этому всему, то, что есть. Цена в магазинах у нас на товары выше того, что здесь написано». Евгения Артёмова ответила, что данные предоставлены, исходя из расчёта средней стоимости продукта в разных магазинах. А у горожан всегда есть возможность сравнить, где дешевле, не выходя из дома. Список продовольственных товаров и их цены в разных торговых объектах еженедельно публикуются на сайте администрации. Василий Скоропад, в свою очередь, предложил депутатам в ближайшее время вместе с народными контролёрами пройтись по магазинам и, как говорится, прицениться. Медицинские маски в список товаров первой необходимости не входят, но несколько недель назад многие горожане ощутили в них острую потребность. Введённый масочный режим стал причиной дефицита этих средств защиты и резкого увеличения цены. Жители города обратились к депутату Алексею Колесникову с просьбой рассмотреть вариант обеспечения школьников масками в период эпидемии за счёт бюджетных средств. Некоторых депутатов такая просьба удивила. Да, я тоже родитель. Имея на руках гаджет современный и не приобрести ребёнку, родителю маску в этот период эпидемии, это, конечно, кощунся с моей стороны, как родитель. Начальник управления образования Татьяна Степыгина к сказанному добавила, что у школ нет такой статьи расходов. У системы образования определённые полномочия, которые финансируются. Вот в полномочиях ни органа управления образования, ни образовательной организации нет обеспечения бесплатными масками детей. И более того, на это не запланированы средства. Забота о здоровье своего ребёнка – это прежде всего обязанность родителей, что и прописано в Семейном кодексе. Далее на заседании комиссии речь пошла о поддержке незащищённых слоёв населения. Льготной категории граждан в Губкинском всегда уделялось достаточно внимания. Все обязательства выполняются в полном объёме, рассказала начальник управления соцзащиты Оксана Акимова. К примеру, в прошлом году 304 семьи получали субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Меры социальной поддержки оказаны ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям. Говорили депутаты и о реализации в городе программы «Доступная среда». Оксана Акимова обратила внимание депутатов, что далеко не все здания в городе возможно преобразовать с технической точки зрения. К объекте сложившейся застройки, да у них просто технические средства, вот мы паспортизацию проводили по 30 с лишним объектам, там просто конструкция не позволяет сделать лифт или сделать пандус. А новые здания в городе строятся уже с учётом требований программы «Доступная среда», как, например, пятая школа. Детский сад на 330 мест в девятом микрорайоне также будет построен с учётом современных требований. Главный вопрос – когда? Скорее всего, 2016 год, наверное, возобновится ремонт. Ну вот, просто на сегодняшний момент пока полной информации нет о возобновлении строительства, поэтому, ну, сказать, тяжело. Но на контроле, в том числе и комиссия по городскому хозяйству держит этот вопрос, очень жёстко держит этот вопрос. Татьяна Степыгина в своём докладе обозначила год сдачи детского сада в эксплуатацию – 2017-й. «При благоприятном разрешении сложившихся со стройкой проблем так и будет», – подтвердил слова начальника управления образования Василий Скоропад. После четырёхчасового совещания председатель комиссии подвёл итоги в интервью. Он отметил, что, судя по отчётам и докладам руководителей ведомств, всё запланированное выполнено практически в стопроцентном объёме. И от себя добавил – Губкинский город молодых. Сегодня именно их занятости и досугу необходимо уделить большее внимание. Юлия Перова, Олег Семагин. Новости Губкинского.